Вопрос 122 Сегодня пришлось беседовать с одним из сторонников отца Михаила Капранова, настоятель Никольского храма города Барнаула Московской Патриархии. «Он говорит, что во многом согласен с вами, но считает, что вы вносите смуту среди прихожан своим обличением. Что ему отвечать на это?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Когда он заболеет, и тем более в смертный час, тогда он скажет более этого. Мне передали прощальные слова митрополита Гедеона Новосибирского, когда он уезжал. Между прочим, он сказал, «Служил я здесь 13 лет, и был у меня только один человек, который говорил мне всегда правду в глаза, и назвал меня. Передайте отцу Михаилу от меня. Дай-то Бог, чтобы вы при жизни поняли, кто вас любит. А не я только не согласен с вами, но могу... А я не только не согласен с вами, но могу сказать вместе с Иовом». 27 глава 5 стих. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». «Пригласите их на занятия, дайте почитать свои конспекты. Без насилия над своей душой они не смогут не согласиться, что вся правда открыта в Священном Писании, и оно есть наивысший авторитет, а не авторитет грешного попа». «Отец Михаил обольщен всем, что произошло с ним после его приезда в Барнаул. Сколько времени он пробыл на монархических выкрутасах, на пустопорожных встречах с мирскими людьми по разным комитетам и конференциям, и никогда, по Слову Божию, прямо он не говорит». «Научился поджимать губы, смотреть, поворачиваться, как мирской деятель. Дает интервью и о дружбе с Астафьевым, с женой Даниила Андреева говорит, и видно, что сам нуждается в хирургическом вмешательстве в свою неправославную веру». Политзековские интервью для МК на Алтае – это-то и ужасно, что он заложник созданного им для себя общепатриархийного имиджа советского попа. Был Антоний, епископ алтайский. Захватил, подмял все и вся под себя. Но вот умер в 41 год, в 2001 году, в июле. И новый на его место поставлен, и уже об Антонии ни слова, ни в одной газете. И так с каждым. Заключал договоры с администрацией города и края о духовном возрождении и прочие благоглупости творил и сгинул навеки. Так и Александр Лебедь все давил и гнул без совета с кем-либо. Как его оставшийся в живых охране говорит, что не хотели лететь, а он их поставил и сказал, «Всю ответственность беру на себя». Грохнулся с вертолетом, в котором было 20 человек, об землю и уже за собой потянул на тот свет еще 8 человек. Вот и вся ответственность. И уже через три дня зарыли, и как будто не было никогда этого табакура на этой земле. И рады-то быковы этому могут освободилась креста. Все в мире неверно, и смерть лишь одна. Верна, неизменно верна, она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказке конец.